Александр Левченко, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Хорватия, Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах. С нами на связи. Добрый день. Добрый день. Приветствую вас и зрителей. Итак, Роберт Фитца во второй раз за год приехал в Украину. И снова, что интересно, в Ужгород, а не в Киев. На ваш взгляд, цель визита совпадает с официально заявленной, то есть экономическое, энергетическое сотрудничество? Или премьер-министр Словакии преследует другие цели? Ну, совпадает. Если бы не совпадала, наверное, и Украина, как бы, в своем официальном заявлении что-то другое говорила бы. Возможно, эта встреча проходила бы в другом месте или в другом контексте. Ну, вы знаете, Ужгород — это самый ближайший город к Словакии. И, собственно говоря, такая встреча именно в приграничных регионах часто происходят. Рабочие встречи, то есть визит неофициальный, рабочий. Ну и поэтому вот в апреле обсуждали ряд вопросов, которые касаются необходимости укрепления двусторонних отношений. А сейчас вот подвели итог, что за полгода было сделано, что там по дорожной карте, которая была подписана, что там в контексте двусторонних отношений, подготовки новых двусторонних документов о сотрудничестве. Ну и, конечно же, вопросы войны и мира. Это значит, украинская сторона еще раз представила формулу мира, которая сейчас обсуждается в международной повестке дня, которая фактически прилагается к Киеву как главный документ по завершению войны. И, собственно говоря, почему мы настаиваем именно на этом документе, еще раз донесли до нашей словацкой стороны. И он базируется на нормах и принципах международного права. Сонаря все, что записано в Уставе Организации Объединенных Наций, в принципах ОБСЕ, действующих международных правовых документов, все это есть в формуле мира. Поэтому мы ее продвигаем и надеемся на поддержку большинства стран мира. Ну и, конечно, важно мнение наших соседей, Словакия о том, что они думают, каким образом Украина может закончить быстрее войну. Рассказать взгляд со стороны, взгляд как добрососедского государства. Студия. Да, действительно. Вот вопрос усиления поддержки формулы мира Владимира Зеленского, а еще поддержка членства Украины в ЕС. Сегодня на повестке дня встречи Фитца и Шмагаля. Объясните, пожалуйста, каким образом Словакия может способствовать продвижению справедливого мира для Украины и евроинтеграции страны? И вообще, какая роль Братиславы в ЕС, НАТО и геополитических процессах в целом? Ну, Словакия 2004 года находится в составе НАТО и Евросоюза. Поэтому эта страна, может быть, далеко не самая большая в Европейском Союзе, но она очень хорошо понимает предмет расширения ЕС, проблемы, которые могут возникнуть у стран, которые идут на пути к куплению в Евросоюз. Очень приятно было слышать, что Роберт Фитца предложил какие помощи или услуги со стороны Братиславы в том, чтобы помочь Украине понять, какие же будут преграды, особенно тяжелые для их преодоления, во время вступления в Евросоюз, во время проведения переговорного диалога. Да, момента вступления в Словакии уже прошло 20 лет, но, тем не менее, живы те люди, которые готовили к страну к вступлению в Евросоюз, вступлению в переговорных командах, и в Словакии, как страна-сосед, готова помочь украинской стороне консультациями, советами о том, как нужно работать с европейской бюрократией, как нужно закрывать переговорные главы, как нужно действовать в национальном законодательстве, проводить реформу в национальной экономике, чтобы быстрее адаптироваться к требованиям, которые выдвигает Евросоюз. Они не маленькие, они серьезные, требовательность понятна, потому что Евросоюз – это клуб стран, которые очень внимательно следят за общим рынком, переходом не только товаров, но и рабочей силы между границами. Мы в ряд стран объединились в единый валютный союз, то есть в зону евро, где находится, кстати, Словакия. Поэтому все эти разговоры и переговоры с лаватской стороной будут конструктивными и полезными для украинской страны. Что касается формулы мира, в общем-то Словакия как член Евросоюза и НАТО поддерживает ее. Есть довольно консенсусная позиция в продвижении украинского плана. Но вот мы в вашем небольшом приложении, телеприложении видели, что одна страна как бы немножко занимает особые позиции – это Венгрия. Но тем не менее, как бы у большинства стран позиция Венгрии не находит никакой поддержки, даже ее осуждается здесь тем, что бразильско-китайский план фактически не говорит о территориальной целости стран, организации объединенных наций. Он фактически не уходит от устава ООН, принципа государственного суверенитета всех стран, член организации. Поэтому, по мнению наших стран-соседей и стран-демократии, стран Евросоюза и НАТО, такой план имеет свою определенную ущербность. В этом плане формула мира президента Зеленского куда сильнее и прагматичнее. Студия. Александр Михайлович, но тем не менее, ранее ФИЦА, он ведь неоднократно критиковал Украину, даже призывал ее отказаться от территории аннексированных России. Также недавно он заявил, что Словакия не даст согласия на членство Украины в НАТО. Как вот объяснить такую позицию словацкого премьер-министра? Ну, он ее и не изменил касательно НАТО во время вступительных речей. Вот, он напомнил, что все-таки Словакия остается на позиции, а не сейсообразности вступления Украины в НАТО. Вот, поэтому в этом плане его позиция не изменилась. Мы ее фиксируем, понимаем. Но продолжаем работу с нашими партнерами, объясняем, почему все-таки членство НАТО для Украины желаемыми и не есть необходимым шагом. Вот, что касается признания некоторых, как вы говорите, оккупированных, временно оккупированных территорий, здесь уже риторика поспокойней становится. Вот, потому что в захват чужих территорий фактически есть нарушение устава действующего международного права. Поэтому мы это постоянно в наших разговорах напоминаем словацким друзьям. Я думаю, здесь уже определенная корректировка позиции происходит. И мы ее чувствуем в том, как озвучить позицию Словакии действующий премьер-министр Роберт Фитца. Студия. Но Фитца на этом же он не останавливается, он же и продолжает. Например, недавно он заявил, что Словакия хочет возобновить отношения с Россией после окончания войны и подчеркнул, что транзит российского сырья в Европу через Украину должен быть сохранен. Как вот понимать такие заявления Фитца? Как их расшифровать? Ну, эта позиция, опять же, не изменилась. Вместе с тем, наш премьер заявил, что мы, наверное, будем все-таки принимать решение о том, что транзит будет прекращен в следующем году. Нужно придержаться единой энергетической европейской политики. Вот, находить альтернативные источники российскому газу, о чем уже говорится в Европе два с половиной года. Наш премьер сказал, что мы понимаем определенные трудности в Словакии. Но, тем не менее, мы знаем о том, что есть возможность найти эти все альтернативные пути через ЛНГ-терминал в Хорватии. Другие есть варианты и так дальше. Поэтому мы говорим о том, что фактически Украина предлагает Словакии все-таки стать на путь того общеевропейской политики. А эта политика говорит о том, что нужно отказываться от российского газа, который приносит очень много денег в российскую казну. Эти деньги, к сожалению, используются против Украины, против войны, против украинского народа. Студия. Да, ну, кстати, при всем вышесказанном, да, Словакия, она ведь продолжает оказывать помощь Украине. Например, импортирует электроэнергию и поставляет боеприпасы. Как вы думаете, Братислава делает вот необходимый минимум в сегодняшних условиях? Или она реально стремится максимально помочь Украине? Она помогает Украине. Мы видим о том, что, так сказать, вооружения у нас идут со стороны Словакии. Мы видим, что есть гуманитарная помощь со стороны наших соседей. И мы видим о том, что есть конкретное движение в направлении помощи Украине в разминировании, помощь Украине в размещении и наших граждан, которые нашли временный приют в соседней стране, которая есть в Словакии. Поэтому, понимая о том, что есть определенное разночтение позиций и Украины, и Хорватии относительно, что касается относительно членства НАТО Украины и что касается транзит российских нарастителей в Словакию, между тем, это ничего не значит. Проработать нужно дальше, нужно соглашать свои позиции. Ну и неудивительно, что премьер-министр Фицца пригласил украинскую делегацию и следующее заседание делать уже не в Ульжарде, в Словакии. Подводить итоги, которые будут через следующие полгода. Смотреть наш уровень двусторонних отношений. Мы знаем, что Словакия выступила активно в том, чтобы восстанавливать экономику Украины после окончания войны. Это может быть только приветствоваться. Ну и ряд инфраструктурных проектов возле границы, приграничных регионах. Они тоже остаются в стадии реализации и правительства будут контролировать их воплощение в жизни. Александр Михайлович, ну и завершающий вопрос в контексте визита Фицца. Как вы видите дальнейшие отношения Киева и Братиславы? И кроме этого, будет ли Словакия пытаться сохранить связь с Россией в дальнейшем? Ну, мы видим, что Братислава пока еще в треке в том, чтобы показывать России сигналы того, что она готова с ней работать сразу же после окончания войны. Собственно говоря, эта пророссийская риторика политически присутствует в правящей партии, в партии, которую возглавляет Роберт Фицца. Ну, между тем, мы понимаем, что страна является членом НАТО, членом Евросоюза, ориентируется на европейские ценности, понимает в том, что войну нужно как можно скорее заканчивать. Это и есть требование и желание украинского народа. Поэтому мы избегаем мирный план, формула мира президента Зеленского. То есть достижение мира как можно скорее и как можно более соприкладно с действующим международным законодательством. Потому что если это международное законодательство будет сейчас нарушено относительно Украины, которая основатель организации объединенных наций, то уж поверьте мне, оно будет уже нарушаться не единожды в следующее время. И против стран, которые поменьше, и против стран, которые будут опять же жертвами каких-то агрессий, военных наступлений. Потому что пример России может расшириться на всю планету, и тогда наступит хаос и период тотальных воин на всех континентах. Ну действительно, важно сдержать российскую агрессию, да, и не позволить другим странам последовать такому же примеру. Александр Михайлович, спасибо, что проанализировали ситуацию вместе с нами. Александр Левченко, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Хорватия, Боснии и Герцеговины в 2010-2017 годах был с нами на связи. Телеграм-канале Freedom. Только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.